В преддверии Всемирного дня здоровья полости рта хотелось бы затронуть всегда актуальную тему профилактики заболеваний периодонта. Учитывая особенности этих заболеваний, предупредить всегда легче, чем потом вылечить. По данным ВОЗ распространенность этих заболеваний составляет от 80 до 100%. Это придает еще большую значимость профилактике, тем более, что на прием обращаются пациенты лица молодого возраста, то есть заболевания молодеют и с достаточно агрессивными формами, уже средне-тяжелые, тяжелые стадии. И, как показывает практика, замотивированность этих пациентов достаточно низкая. Самым главным критерием заболеваний периодонта является, как ни странно, очень простое правило – это посещение стоматолога дважды в год. Однако не все пациенты следуют этому правилу, чаще всего обращаются или по острой боли, или уже в запущенных стадиях. Врач-стоматолог выявит, устранит причинные факторы вовремя, что очень важно, назначит необходимое лечение, также проследит в динамике состояния полости рта. Следующим критерием является, конечно же, соблюдение гигиены полости рта. Это очень важно, поскольку в большинстве случаев пациенты с заболеваниями периодонта обращаются с неудовлетворительной гигиеной полости рта и очень мало просвещены по вопросам дополнительных средств гигиены. Поэтому в любом случае следует посещать врача-парадонтолога, который и обучит правилам гигиены, различным методам чистки зубов, и подберет индивидуальные предметы и средства гигиены, и обучит использованию дополнительных средств гигиены, которые на мировом рынке достаточное количество, подкорректирует гигиену полости рта. Все эти два важных критерия переплетаются между собой, однако следует помнить еще и о общем состоянии организма, и о вопросах правильного питания, о вопросах введения здорового образа жизни, о вопросах наличия вредных привычек и так далее. Таким образом, современная стоматология рассматривает большинство случаев патологии полости рта как следствие несоблюдения этих очень простых критериев. И каждый врач должен помнить о принципиальных возможностях профилактики стоматологических заболеваний, а также должен сформировать у пациента ответственность за собственное здоровье. Продолжение следует... Продолжение следует...